Сегодня отмечается одна из важнейших дат в истории России, день полного снятия блокады Ленинграда. 872 дня город на Неве находился в кольце фашистских войск, но не сдался врагу. За это время от голода и болезней погибли по разным данным от 600 тысяч до полутора миллионов человек. Около полутора миллионов жителей были эвакуированы. Среди них Раиса Григорьевна Жирнова. Семья Раисы Григорьевны, тогда Раечки Ошариной, переехала в Ленинград из Саратовской области, спасаясь от раскулачивания. Родители устроились на химзавод, жили там же, на рабочей окраине. Уже осенью 41-го пришлось перебираться в центр города. По средней рогатке проходила линия обороны. Была трехкомнатная квартира. Я хочу сказать о порядочности, культуре жителей Ленинграда тех времен. Ни ропота, ни ничего. Война есть война. И нам дали комнатку маленькую, и мы поселились в этой комнатке. И вот когда мы переехали в эту комнату, и вот тут начались вот такие обстрелы, такие страхи, частые тревоги. И что подходила осенью. Подходили холода. Вышел из строя водопровод. За водой я ходила на Неву. С маленьким бетончиком трехлитровым ходила на Неву. Недалеко было. И в это время, значит, собирались все на Неве. Было прорубь. Я была маленькая. Я боялась упасть. И я ложилась. Ложилась, черпала. Конечно, там у меня неполная была. Приходилось ходить несколько раз. Раиса Григорьевна часто встречается со школьниками, рассказывает, как жил осажденный Ленинград. И семилетнему внуку папа объяснил. Его бабушка – героиня. Теперь Ванечку интересуют подробности. Но каждый раз Раиса Григорьевна долго подбирает слова. О том, что довелось увидеть 11-летней девочке и рассказывать страшно. Папу обязали на машинах вывозить трупы умерших людей на окраину города. И вы знаете, люди шли-шли и падали. Прям падали. А остальные жители на саночках, в белых простынях заворачивали и тоже везли. Ну, указанное место. И вы знаете, после вот такой работы с ним стало плохо. С ним стало плохо. И он попал в больницу. На него одели смирительную рубашку, привязали к кровати. И, в общем, у него с головой очень плохо стало. Вот так и жили. Боялись, сходили с ума, пухли от голода, но не сдавались. Последнее, связанное с Ленинградом, переживание – дорога жизни, по которой в апреле 42-го последней колонной Раечку с братом и мамой вывезли из блокадного города. Долго-долго мы ехали. Но все ехали. И потом в один момент мы почему-то толкнулись сильно. Колеса коснулись земли. Тут, значит, мама нас открыла. Смотрим, и солнышко закатывается, солнце. А мы только добрались за целый день до земли. Мы вышли. Она опять сказала, ребятки, посидите на узелках, я пойду оформлять документы. Оттуда идет, несет вот такой пакетик сухарей, немножко печенья и шоколад. И она говорит, ребята, много нельзя сейчас есть. Вот вам только, значит, вот половина сухарика, печенье. Потом будем кушать все. После войны Раиса Григорьевна окончила Саратовский институт, уехала в Марийскую республику. Потом перебралась в Чуашию. Работала, воспитывала детей, внуков. Словом, жила счастлива и радостна. Вот только воспоминания никуда не делись. И спустя 70 лет каждый свой блокадный день она видит, как наяву. Скорее, Луна. Продолжение следует...